90 детей и подростков испытали себя в первом этапе соревнований по военно-патриотической подготовке «Кировский рубеж». Участвовали команды из Мурманска, Апатитов и Кировска. В качестве организатора выступил военно-патриотический клуб «Высота» Центра детского творчества «Хибины». Ребята в лесу собрались еще засветло. В 10.00 торжественное построение, и по залпу каждая команда выдвигается в путь. Первое задание – на время преодолеть путь до лагеря при полной экипировке. Расстояние без малого – полтора километра. Время засчитывается по последнему прибывшему участнику. Вот это мероприятие предназначено, обратите внимание, карандаша очень много. Как раз именно для втягивания пацанов, чтобы они потихоньку привыкали к более серьезным походам, мероприятиям и так далее. Традиционно оно проводится по той простой причине, что Кировский рубеж. В 1941 году готовилась оборона Титана, круговая оборона. И вот здесь буквально есть на высоте 252,7. Высота так она и называется, даже на карте есть пометочка. Там есть окопы времен Второй мировой войны, ну остатки, понятно, окопов, да? Остатки землянок и прочее, прочее. Кировский рубеж – мероприятие традиционное, проводится уже в третий раз. И с каждым разом в нем участвуют все больше ребят при поддержке некоммерческого объединения «Дрост Хибины». Военно-патриотическое движение мы поддерживаем уже на протяжении трех лет. За это время у нас появилось три команды, называются они «Боевые гномы». Каждый год у нас приходит больше 50 детей. Сейчас в военно-патриотическом объединении при содействии «Дрозда» занимается 90 детей. Цель и задача у нас, как всегда, одни и те же. Цель – это патриотическое воспитание, развитие физической культуры, развитие массового выхода в поля, в леса. Частники у нас от 8 до 17 лет. У нас две возрастные категории. Младшая категория – от 8 до 13 лет. И старшая категория – это от 13 до 18 до 17 лет. Добежать до карьеры – это только малая часть из того, что необходимо было сделать командам. Подготовить место под лагерь, поставить палатку, развести костер. Дальше – веревочные маршруты, навыки оказания первой медицинской помощи в зимних условиях. В общем, все самое необходимое для выживания в диких условиях. И все это на время и со штрафными баллами, в случае каких-то недочетов. Самые младшие участники всему этому учатся под контролем своих старших товарищей. В клубе я уже третий год, а вот именно на Кировском рубеже мы готовим малышей к походной жизни. Вот, видите, разжигаем костер. Обычно на тренировках мы их к чем-то? Самых старших уже готовим к военной службе. Малышей мы подтягиваем и готовим к тяжелым тренировкам, которые занимаются старшие. В свою очередь, совсем юные участники к таким походам относятся завидным азартом. Я уже второй год. Мне нравится, что мы выезжаем в походы, вместе увидимся, друзьями, ознакомимся. Вот, летом мы ездим на захоронение. Я научился расставить палатку, разводить костры и все, что нужно для похода. Все участники этого похода получили сладкие призы, которые подготовила для них организация «Дрост Хибины». А награды, учрежденные этой же организацией, победители получат по окончанию всех трех этапов, которые пройдут в течение учебного года.